На что следует обращать внимание перед поклейкой флизелиновых обоев? Почему я затрону этот вопрос? Потому что мы начали поклейку флизелиновых обоев и, как говорится, в тему хотел немного освежить основные моменты. Во-первых, перед тем, как мы начинаем клеить, разворачиваем рулон и смотрим вообще, на самом ли деле это флизелин. В данном случае у нас вот такие ядобои. Это у нас... Так, не помню где, кто. Ладно, это не важно. Ну, не русские какие-то обои. Польские, наверное. Так, то есть получается, что на что следует обратить внимание? Нужно сначала взять кусочек обоев и намочить. Вот даже можно не отрезать, взять кусочек, размотать, намочить и посмотреть реакцию. То есть если в этом месте начнет пузыриться или разбухать, это будет заметно по переходу, то есть с сухого на мокрое. То есть если здесь будет как пузырь небольшой, то значит это будет говорить о том, что флизелин разбухает. Некачественный флизелин. Вот. То есть такой же эффект, как бумага. То есть будет разбухать. Вот. Это есть свои плюсы и минусы этого, потому что с одной стороны в чем плюс бумажных обоев, что если какие-то пузыри и бут на стене, то когда они высыхают, то есть они натягиваются, исчезают. Вот. Но минусов больше, потому что мы не мажем само полотно, мы мажем только стену. И то есть когда у нас начинает высыхать, когда образуются пузыри уже на стене, которую мы наносим клеем, потом нам приходится отдирать, чтобы эти пузыри заново натянуть. То есть это неудобно. Это двойная работа. То есть сначала предварительно наклеили, а они пузыри образовались, потом снимаем и второй раз наклеиваем. Вот. Поэтому в таком случае легче тогда их намочить, подготовить, чтобы они подрастянулись слегка. И только потом уже наклеивать. То есть есть такая практика. Вот. Ну, конечно, лучше такие обои не брать. Если есть такая возможность, если вы знаете, что это плохие обои, уже где-то клеили их, лучше выбрать другого качества. Проверенные. Вот. Это первый момент. Второй момент. Нужно смотреть на торцы. То есть торцы очень часто создают большие проблемы, потому что приходится стыковать полотна. Если они сбитые, вот хорошо, когда вот такой край открытый. То есть можно увидеть. Если они на торцах, особенно когда стоят, то здесь помятые края. Если помятые края, в данном случае у меня немного такое есть. Сейчас покажу. То есть вот видно такая небольшая подзамятость. Это из-за того, что она на торцах стояла. Так, сейчас. Вот она такая чуть-чуть морщинистая. То есть это так, допустимо. Бывает сильнее. Вот, видно. Вот. Потому что когда мы на это не смотрим, потом уже на стене начинаются проблемы. Ты когда полотно наклеил, ты понимаешь, что тебя ждет что-то невероятное. Тебе придется это все стыковать каким-то образом. И чтобы в конечном итоге все было идеально. Вот. Это меня, сейчас покажу, тоже не совсем гладко наклеено. Сейчас вот из-за того, что флизелин подсох, швы поднатянулись. Вот. Но видно, что чуть-чуть они топорщатся. То есть мне приходилось проходить прям каждый шовчик. Но видно, не совсем хорошо. То есть мне не нравится. Но я заказчику показал. То есть из-за того, что вот торцы такие подмятые, они еще заворачиваются вот так чуть-чуть. То есть их приходится прям ногтем проходить каждый миллиметр. То есть наклеил все вплотную. Еще такой момент. Вплотную приклеиваю, когда. То есть у него в порядке где-то 5 сантиметров упирается, например. А здесь такие как ямки получаются. И получается, что если ты чуть-чуть не довел, уперся этими краями, у тебя здесь светятся щели. Вот. Есть такая особенность еще у обоев. Вот. Если ты догоняешь эти щели, то здесь получается елочка. Вот как у меня и получилось. То есть чтобы избавиться от этих щелей, я плотнее загонял. Ну, соответственно, в некоторых местах она задирается. То есть получается, как бы чуть-чуть собирает ее. Это вот особенность этих обоев. Вот. Еще такой момент. То есть бывает обои запечатанные вот таким открытым образом. А бывает... Сейчас покажу. Вот. Это у меня рулон остался. Закрытый. А бывает вот таким образом. То есть когда мы не видим. Такие лучше не брать. Вы берете кота в мешке, потому что вы не видите какие торцы. Вот. И если это еще картонка, еще ладно. А когда вот такой пакет, сто процентов там сбитые углы. Вот мы так же. То есть мы не видели, какой край. Пока не развернули. Вот развернули. Чуть-чуть он помятый. Вот это еще ничего. То есть первый рулон я развернул. Там прям... Хотели забарковать его. То есть очень сильно был помятый. Вот. Поэтому... Поэтому такой нюанс. Это нужно предусмотреть перед поклейкой обоев. Чтобы потом без проблем все получилось на финише. Это что касается швов. Также что касается разбухания. И еще такой нюанс. Когда мы краим полосы. То есть удобно, когда вот мы флизелин клеим. Мы каждую полосу берем. Она у нас одна. То есть не так, что мы рулон разматываем, обрезаем. Конечно, это кропотливо, долго и неудобно. Вот. В таком случае, когда мы разматываем рулон, нужно не перепутать полосы. Вот это тоже нюанс. Потому что бывает рассветка рулона. Например, здесь темная, там светлая. На одной полосе чуть-чуть. Или рисунок, текстура. Например, идет сверху вниз. А вы следующую полосу снизу вверх приклеили, например. И могут полосы отличаться. Именно текстурой. Может быть, каким-то направлением, волоком на просвет. То есть это может быть видно. Вот этот тоже момент нужно учесть перед поклейкой. То есть не перепутать. Сворачивать. Вот если вы раскроили, значит, соответственно, так же свернуть. Чтобы вверх-вниз вот этот четкий момент соблюдать. Вот. Я обычно как делаю? Вот разматываю. Отрезал. И с этой же стороны сматываю назад. То есть получается здесь вверх. Ну, чтобы не путаться. Вот. Ну, в принципе, все. Еще следующее видео хотел уже заснять. Конкретно по некоторым нюансам. Когда уже при поклейке какие-то определенные моменты. Вот. Тоже хотел отдельное видео посвятить этому. Потому что их очень много. Я уже снимал на эту тему видео по поклейке обоев. Вот. То есть и как правильно подрезать периметр. Вот. На что следует обратить внимание. Чтобы потолочная краска не отходила. Потому что часто бывает. То есть когда подрезал кусок потолка срезал. Вот. И получается какая-то щель по периметру. То есть вот эти моменты. Ну, и многие другие. Поэтому подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы по этой теме. С радостью отвечу. На этом все. До новых встреч.